8 глава 34 стих Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесну и Бога, он их оттайствует за нас. Для верующих здесь в этих словах никакой тайны нет. Но когда начинаешь молиться, открой Господи, что же в этих словах еще скрыто? Почему апостол Павел в такой тревожный момент римлянам напоминает «но и?» Я на три эти буквы «но и» решил посмотреть на все в священном писании. Что означает? Кажется, такие они незначительные. Это означает «но все же». И однако. Это замена слов этих, можно понять. Ну, к примеру, сказать, ну вот вы отдалились от народа, далеко живете тут, что там в деревне тут пять дворов, но и тишина же у нас. Мы можем сказать. Но, вопреки тому, что есть, то, что люди видят отрицательным, мы найдем положительным «но и». Я за весь год ни одной минуты телевизор не смотрел. Если фильмы нужны какие, посмотрел и все. Нет его. И он не нужен. А ты много теряешь. Но и ничего я не потерял. Беседая с людьми, с профессорами, с академиками, я неразу не почувствовал ущербности своей. А наоборот, они жалуются. Что показывают? Какую мерзость? Это все хлебают дети. Научитесь видеть в отрицательном положительное. Самое отрицательное в новой религии, которая вышла на рену мира в христианстве, была смерть ее основателя. Будда не убит, Магомед не убит, а Христос убит. И поэтому христианам говорили, как вы призываете верить в Того, Который сам себя не защитил? Марс, Венера, Юпитер, эти все божества, ложные божества. Но у них своя биография. Они бились, сражались, помогали. Христос не сражался. И помочь Он не может никому. Это на каждом допросе говорили. Почему? Этот плотник сам себе помочь не мог. Его прибили к дереву, поддержив позорной римской казни. А там мучительная, длительная смерть. Долго наступала. А апостол Павел говорит, Христос Иисус умер, но и воскрес. Не все про это знают. А дальше говорит совершенно Одесную, Бога. Этого никто не видит. Это постигается только верой. Кто Одесную, Бога? Евреи говорят, христиане верят Тому, Который находится в аду и мучается. А христиане так говорят. Сегодня говорят, так они учат твоих детишек, чтобы имя Иисуса даже не произносить, настолько оно для них скверное. А апостол Павел говорит, Он с правой стороны Отца, то есть Он Бог, равный Отцу. И Он ходатайствует за нас. И эта тайна открыта нам, почему мы находимся сегодня не в мечети мусульманской, не в синагоге еврейской, не в кумирно-языческой, а в христианском, в православном храме. Нам говорят, а у вас православная, что за вера такая? Икона. Это же самые настоящие идолы. И начинают показывать на что-то. Правильно. Да у нас попытать Библию в руки не берут. Правильно. А что бы они ни сказали, я соглашаюсь. Правильно. А укрекают нас сектанты, веритики. Да у вас и на русском языке непонятно. Все правильно. Но я отвечаю в конце, но это не смертельно. Я язык могу изучить дома, славянский. У меня переводы есть в богослужения. Но! У нас есть рукоположение, и мы церковь, а у вас его нет, и вы никто. При всем вашем подражании, похожести, это фальшивые деньги. Да, бывают рубль из мяса, и грязные, и запачканные, но на русском настоящем его примут, и обменяют в казне. Но если поддельный где-то карается законом, человека посадят, а у тебя деньги эти просто конфискуют, и фальшивые деньги гуляют везде по всему миру, так и фальшивая религия. Вот где и на что мы можем говорить, но их. Знаете, очень редкое слово такое. Первое параллель по Минону 17.17. Но и этого еще мало показалось в очах твоих Божих. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдали, взираешь на меня, как на человека великого, Господи Божий, то все, что ты мне дал, но и этого еще тебе, Господи, показалось мало. Люди-то в этом ничего не видели, а Давид увидел, он сказал, что будет в будущем, что от него потомки будут царствовать. Люди-то этого не знают. Нам, что бы ни знали, мы в конце скажем, но мы знаем путь спасения. Мы знаем, что за нас умер Христос. Но и великую же награду Бог приготовил тем, которые смиряют себя, которые трудятся ради Господа. На все, что тебе скажут и счастливцы, упрекать тебя будут. Ты, мой, слушай, со многим можно согласиться, это действительно так. Дороги у нас плохие, дождь прошел, все стало. Но и благо же в этом. Нам, кто попал, не заедет сюда. И нас Господь спасает. Дворы открыты, без замков. Я хожу и упрекаю, хоть палочку около дверей ставьте. Ну нельзя же так жить, все открытое. Все, тех, один зашел, никого нет, покричал по комнатам прошел, шаром покатил, никого нет с улицы. А вещи стоят, видно, ценные. Но и хорошо же мы устроили здесь. Вот это нои вплотную к нам. Почему? Но и ограждены же мы молитвой. Первое, Езли 9.9. Мы рыбы. То есть Господь предал их, завоевали, увели в плен, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость старей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога. Вот это относится и к нам. Какую милость мы получили? Статус деревни получили. Это очень и очень непросто. В то время, когда все везде рушилось, тогда только было 360 разрушенных на Алтае деревень, уничтоженных полностью, и в это время мы вылезли с вопросом образовать общего, это немыслимо, но и Бог расположил милость и губернатора к нам, и вот так получилось, живем. За каждый день научитесь славить Бога. И в том, что у нас есть во всем увидеть милость великого Создателя, Его безмерную и любовь к нам за каждый день и час. Посмотри на все вокруг. Ты входишь по неотравленной земле, ни с какого дыма, ни заводов, ничего нет. Псалмопелис в 70-е псалмом 20-е сии говорит так. Ты посылал на меня многие лютые беды, но я опять оживлял меня, и безден с земли опять уводил меня. Да, правда, тяжело, были болезни, лежали в больнице, но и опять вдруг Бог давал нам здоровье. И опять мы пришли в храм Божий славить Бога. Когда Давид терпел великие испытания, он молился о царстве своем, молился о детях, а потом говорит, эта молитва не главная, но одного я просил у Господа, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Когда вот это опито у нас будет, тогда мы это оценим. Что нам за счастье Бог дал? Свободно, чисто, священник с нами. Мы получили же на неделе прекрасное письмо, хорошее, от нашего первого иерарха Илариона, из ее. Он расположением, говорит, получил прошение и приложил все силы, чтобы вас оставить вне патриархии, а на тех основаниях, как мы были сегодня. Это ответ на молитву. Но спросим, а кто-нибудь еще такое получил? Да никто и вопроса такого не ставил. Все или ушли куда-то в другую дикцию, или влиять в московскую патриархию? Мы открыто все сказали, это невозможно, они нас разрушат. Нам слишком хорошо было, вольготно. И Бог дал им на первой арахан того, которого я знаю, у меня фотография с ним, батюшка, был в Астралии у него. Просто чудо Божье. Бог в немощи, в нищете нашей располагает людей, но и Иеремия 5.5 Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Он так думал, эти бедняки, невежественные, неграмотные, но и они все сокрушили Ермор, расторглиозы. Но и вот в отрицательном смысле тяжелое переживание было за Иеремию. Кто-то говорил, ну что вы хотите, бабки уходят в церковь, как свечки зажигают. А тут есть же грамотные люди. Я встречался с грамотными. С людьми, которые имеют звание. С епископами. И скажу, но и они не знают. Я углубился в литературу жития святых, и там, в же щитовеке, почти никто прямо евангельским путем не шел. Но и эта печаль Иеремии, пророка Иеремии, которого я считаю одним из самых близких мне по духу, она пронзила мое сердце. И где бы ни встретился, и всегда есть надежда, ты думаешь, Господь, но эти профессора преподают в семинарии, в Академии православные. Уж они-то знают, начинаешь говорить, читать их труды, но и они не знают. У них все вокруг мощи, крестные ходы, вот эти праздники, иконы. Когда прямое указание дается, исполнитесь Духом Святым. Исполнитесь. И назначение Духа Святого одно, чтобы шли в благовестку, или несли эту весть. Как радостно знать Бога. Понимаете, получить удовлетворение за проделанную работу внутри себя, это уже награда. Не надо ждать, кто-то наградит. У меня уязвили самого хулиганистого мальчишку вчера. И уже вечером никогда мне никто не звонит, друг звонит, Баба его воспитывает. Ваше наказание, так говорит, это ничто, как я его наказываю. Он приехал домой, я в нем увидел, и говорит, такие изменения, я вам земно кланяюсь. Я всем рассказал, где ваши книги продают. Подруга спрашивает сразу послать, как ребенка. Я получаю эту награду в удовлетворении. И скажу, да, маленькие-маленькие изменения только наступили. Ребенок испорчен окончательно. И сделать скверное слово идет, и дерется. Ну, запущен на абсолютный участок. Но можно работать, потому что он активный. Зато, если растет там пропива, а потом распахает, там будет расти. Но если не распах, он еще не растет в саланчах, и распашешь, ничего не будет. То есть в этом надежда. И эта благодарность для меня награда. Но и велика же радостность, ясно. В постели поднялась, чтобы встать на молитву и поблагодарить Бога. Пророк Аввакум, 3, 17, 18. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плана на виноградных лозах. Хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стойлах, что все Бог подъел, выжег, пропало. Но и тогда я буду радовать себя, Господи, веселить себя, Боги, спасения моего. Представь, погибли дети. Тяжело, страшно. Видеть детей, одновременно всех убитых, и лежащих, семь сыновей, трудоседей. Но и тогда устали его не произнесли. Утешение одно, Господь Бог со мною. И что бы ни случилось, а Христос со мной, Он сказал, не покину, не оставлю. У тебя всегда найдутся люди, которые не любят тебя, и будут даже такие, которые желают сделать тебе пакости. И ты поймешь, что тебе их не преодолеть. Будут издеваться над твоими дочерями, над сыновьями. Ты сегодня уже утешишь, ты, Господи, ты мог их не дать, они родились, они живут, да будет воля твоя. Но и тогда я не возвращу, Бог попустил. А ребенок погиб. А ты скажи, но зато он уже не попадет в беду, которая грядет на вселенную, когда печать будет ставить. А сын-то у тебя, видишь, какое плоскостопие, да уродливый какой. Благодарение Богу, он в армию не пойдет, его дедовщина там не будет донимать, его не убьют там. Да дочь, что где-нибудь красавица. Вот она, мисс красота. Год не прожила, уже ее спасили, или убили, в кустах нашли. А она живет при тебе, и она кормилица будет своя, у ней добрый характер. Ты во всем найди, но и. Ведь все даже погибнет, но и тогда со мною Господь. Матфея 15, 27. А они сказали так, Господи. Она сказала, но и в свиньи от крови, которые падают со стола, мы должны найти кого-то, кому еще труднее. Увидим, как будто бы Господь остановил свои милости, мы как бы в зависшем состоянии. Но скажем, Господи, но и они получают, эти люди, не знающие ничего. Вот то ли дело на юге. Бананы растут, хлебное дерево, булки на деревьях растут. А тут 8 месяцев работает для того, чтобы зиму кормить. Вот что сейчас делать, это только для зимы. А ты найди в этом хорошее. И скажи, воины здесь не проходят, сюда за схватчики не приходят, даже змеи нету, скорпионов нету. Удивительно как. А там разные повры, тигры, у нас тигров никаких нету. Ну и хорошо же нам здесь бы. Дети ходят, их тигры не воруют, львы не утаскивают. Лука 21, 18. Но и волос голова ваша не пропадет. Господь говорит, голову снимут, а волос не пропадет. Как так? Да так, что будет воскресение из мертвых, и все будет опять на месте. Это нас утешает. Какие бы потери ни были, перекрестись и скажи, мой Иисус сказал, но и волос не пропадет. Да, все украли, все пропало. Ну, допустил Бог ворок, но и волос не пропадет. Но и. А если ты скажешь, благодарю тебя, Господи, что ты дал претерпеть невинно, клевету, я старался делать добро, а они все извратили, моя велика награда. Златоуст говорит, я проповедую день и ночь, а вы не слушайте, не обращайтесь, награда моя выше, если бы вы обратились. Потому что часть радости я его получил на земле, а так целиком награда будет на небе. Златоуст мой их очень хорошо понимал. 1 Петра 2,18 Слуги со всяким страхом поминуйтесь, господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Суровым-то трудно повиновать. Однажды у меня была мать с детьми, я поинтересовался другого города, другой области, а почему вы решили сюда? А я прочитал во всем строгая дисциплина. Я говорю, что у нас тетя, это отца она зовет, очень строго нас держала, а я запомнила. Какие мы выросли все трудолюбивые и строгость, это очень хорошо. А одно такое слово ее уже привлекло. А иные начинают, да вот у вас рано встают, да то другое. Но это помогает детям начать самостоятельно решать многие вопросы уже здесь. Они не будут такими измеженными. 2 Коринфянам 8,21 Мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. То есть не подавать соблазну. Смотрите, какое время дети ложатся. Да я смотрю за ними. Вечер, вот у нас в 9 отбой, допустим, 10, чтобы в сумерках дети ваши по деревне не ходили. В этом опасность. Но они самостоятельные, они на дне озера будут лежать самостоятельно. Но и большая опасность, когда дети одни. У нас в лагере нет женщин. У меня девочки не купаются. Вдруг приехали родители, я с ними отправил, вчера искупались. Нет, не с кем. В бане не с кем пойти. Ни одной женщины нет. Я их проконсультировал, зашел, все сделал, закрыл, а я дальше слушаю, как у вас дело там идет. Но и в этом тоже хорошо, потому что они приучаются к самостоятельности. Плохо, но и хорошо. Почему? Господь с вами утешение дает нам. Второе в Коринфянам 9,12 «Ибо дело служения сего не только восполняет худость святых, то есть умеет давать милостыню, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Конечно, хорошо, когда помогли, люди напитались, наелись. А апостол Павел увидел в этом не главное. Главное, что те, которых мы накормили, кому помогли, подвезли, а они Бога благодарят. Человек просил, «Окажи мне, Господи, милость твой». И внезапно именно в этот момент человек появляется на арене. Я даже не думал вчера отправлять. Как? И вдруг появляется человек в Санкт-Петербургской области. Ни раньше, ни позже. Только позвонить с буквами состыковалось. Как? От Господа. И уже возблагодарили вместе с ним. Ефесянам 5,11 «И не участвуйте в бесплодных делах тмы, но и обречайте, но и высшая ступень. А я не курю, а ты обречи его, скажи, ты 12 лет жизни отнимаешь, отравляешь воздух, и даешь дурной пример. Да я немного выпью пива, что дурной пример заразительный. Тело разбухает, это не надо, по всем признакам не надо, но и хорошего в этом мало. Сейчас пишут, Германия первое место держа по пиву. Вдруг начала отходить, первое место Россия перехватила. Хватила ее только на это, будто бы ничего не было. По пиву все. А там написано «Разгорячайтесь» реклама, «Разгорячайтесь». Знаешь, что такое «Разгорячайтесь»? Это касается блуда. А в вине есть блуд, в алкоголе, блуд, это апостол Павел пишет с крестьянам, «Но и...» Поэтому я хочу, мне нравится, но и ради моего Господа я в рот не возьму, чтобы не подать соблазн. Это самый главный стимул. Все, что вредно, это человек забывает, не помнит, я это не буду брать в рот, только потому, что мой Господь запрещает мне быть соблазнен. Филиппийцам 1,29. Нам да вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Что вам дано ради Христа? Мы можем сказать милость, защита, но никто не может сказать, что скажет верующая. Я уверовал, и мне Бог дал право страдать за Него, но и... все, что у меня есть, талант, разум, друзья, имение, это от Бога. Меличайший дар Божий, который не будет никогда отнят, и который не каждому дается, это пострадать за Христа, это быть в тюрьме, в лагере, быть мученым. Мысленно хотя бы, скажем, Господи, если будут гонения, ты меня сегодня начни укреплять, чтобы устоять. И старого, и малого потащат всех, как было в раскулачивании, не смотрели. Слепая бабка, в восемь шесть лет, и ее посадили на судок, и она упала, в селенье. Это наша близкая, рассказывает, как их раскулачивали. 1 Фис. 1.8. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Но и... Чем вы известны здесь? То, что у вас есть благовестие. Готовишься ехать во вторник, в молочнике, ну, проверяешь машину, это молодец. Спрашиваешь, какая погода, как проехать, это надо. Но поставки на первое место, а другое я еду, с кем я спричусь. Так, тех людей я уже знаю. Так, я подаю молоко, они рассчитываются. А что я могу сказать? А сказать, а вот апостол Павел говорит, и Петр говорит, что вас нужно питать молоком, моей твердой пищей. Молоко духовное, это Слово Божие. То есть, заранее приготовьтесь, но то, что вы едете, это далеко, это трудно, я понимаю это все, но самое главное, не забывайте, чтобы с вами был груз, ответственность, и с кем вы встречаетесь. Но и любит же вас Господь, и открыл перед вами поприще, чтобы ни с кем не встретился, а так у тебя свои люди есть отдельные, кому-то ты продаешь, встречаешься, и с ними начинаете вести работу. Ты не знаешь, что будет завтра. Как я нынешний встретился с ректором, и я его первый раз вижу, он бывший губернатором тайского края. Я что-то слышал, я уже догадываюсь, от кого слышал, думаю, от епископа. А я к нему инулся с книгами, и за меня ходатайствует, зашел один академик, профессор. И сразу разговор пошел именно о божественном. Бог так делает. И поэтому в нашей немощи дат образиться Христос, чтобы это но и, мы увидели в самом незначительном, что кажется нам сегодня отрицательным. Аминь.